Приветствую. Кто со мной уже встречался, напишите, значит, десяточку, а кто со мной впервые сегодня встречается, напишите, например, троечку. Напишите, пожалуйста, знакомы мы или незнакомы. Итак, впервые это кто уже знаком, кто десяточку, кто со мной уже встречался, что же у нас все новенькие ходят, где же наши старенькие, где же бывалые наши, кто уже был, кто проходил различные тренинги. Ну, тем не менее, я рада вас приветствовать в этот весенний день, в эти предпраздничные дни, в эти дни, которые наполнены заботой. И тем не менее, вы нашли время для себя любимых, потому что, наверное, что-то хотите знать. Сегодня мы будем говорить о предназначении. И не просто так. Поймем, почему наше предназначение вообще зависит от тех денежных масс, от тех, значит, денежных эквивалентов, которые получаем в нашей своей жизни. Значит, ну, я буду говорить о том, какие бывают проблемы и какие бывают вопросы у людей, значит, на пути к своему предназначению. И немножечко дам вам как бы практику такую, которая поможет вам понять, куда вам двигаться и, значит, что на сегодняшний день у вас в жизни вашей не так. Ну, для этого вы должны давать мне обратную связь обязательно, потому что мы быстренько понимали, что за аудитория, какие лично у вас проблемы или вопросы, или что вам непонятно в этой теме, потому что эта тема, она стала звучать в эфире не так давно, потому что раньше не задумывались. Все в общей массе учатся, все в общей массе в пионеры, в комсомольцы, в институт и на работу. Все. Значит, а мы сегодня будем говорить немножко по другим ракурсам. Мы теперь стали более свободными. И я думаю, что у нас есть право такое, значит, иметь в жизни больше, чем мы имеем и жить лучше, чем мы живем. Вот смотрите, что хочется еще сказать. От предназначения зависит в нашей жизни все, потому что предназначение – это то, на что мы предназначены. Вот зачем мы пришли в этот мир. Вот смотрите, у нас предназначение есть у всего, у живого, у неживого, у всего, что хотите. Ну, вот, допустим, давайте разберемся. Вот автомобиль, он предназначен перевозить людей там или грузит. Мобильный телефон предназначен для общения людей, которые далеко друг от друга, ну, не рядом, не могут говорить. Стиральная машинка, она стирает наше белье и делает им чисто. Компьютер помогает получать информацию, общаться, работать. Самолет предназначен летать. Ну, вот, понимаем, что насколько бы ни был сложным и таким важным самолет, но он ни в коей мере не заменит, значит, мобильный телефон. Или, например, автомобиль ни в коем случае не заменит стиральную машинку. Поэтому у человека тоже есть свое назначение. То есть мы в этот мир пришли по замыслу творца с какой-то определенной целью. Значит, если на сегодня у вас есть проблемы с вашими ощущениями, ну, часто плохое настроение, такой вот, скажем так, не депрессивный психоз и не депрессия как заболевание уже психическое, а депрессия просто в плане плохого настроения, хроническая усталость. Иногда люди приходят с работы и им хочется не только вообще, значит, что-то делать, они даже с близким не хотят говорить, не поиграть, не пообщаться, ничего рассказывать. То есть приходят, как выжатый лимон. То есть это синдром хронической усталости. Значит, отсутствует должное количество денег, потому что у нас время от времени какие-то же запросы возникают, а хоп, значит, а денежек на них нет. А, значит, в худшем варианте это у людей начинаются какие-то проблемы со здоровьем, то есть начинаются болезни. Вот сейчас я хочу, чтобы вы написали мне конкретно, о чем вы хотите спросить у меня сегодня по этой теме. Значит, то есть я вам немножко в мостике уже таки проложила, что от предназначения зависит много чего. Значит, что хотите для себя важное уяснить или узнать сегодня? И зачем вы хотите это важное, если оно у вас есть, если есть этот вопрос, это важно, зачем оно вам нужно? Напишите мне, пожалуйста, ответы в чат. О чем хотите меня спросить сегодня? Что важное сегодня хотите для себя узнать? И зачем вам это нужно? В какой цели? Напишите, пожалуйста. Вы пока будете писать, это поможет мне сориентироваться, в каком направлении идти, для того, чтобы дать вам максимальную пользу, максимальную ценность в этой теме. Значит, вот здесь такой слайд, и видно человек, что человек просто разрушенный, значит, как бы растерянный, значит, потерянный, ну, в общем-то он обесточенный. Вот чувствовали ли вы себя когда-то вот так? Если чувствовали, то с чем это было связано, тоже можете поделиться и написать. Сейчас попробуем разобраться, почему это происходило. Напишите мне, пожалуйста. Так, поиск пути в жизни с пользой для всех и для себя. Ну вот, Ираида, формулировка в роли красивая, да? А вот какой поиск пути вы хотите? Вот какой путь-то вы хотите? Вы прям точно знаете, куда вам идти? Вот мне интересно, вы знаете, куда? То есть в пользе для всех и для себя, да? Ну, как бы вот так вот общие такие фразы. А какой вы хотите путь выбрать? Что именно вы хотите делать, чтобы приносить максимальную пользу себе и всем остальным людям? Ну, или множеству людей? Напишите, пожалуйста. Девочки, чем активнее, мальчики, чем активнее вы будете писать, тем больше вы поймете и тем больше пользу вы счете из нашего общения. Кто хочет, может какие-то даже тезисы делать, может что-то для себя запись. Зачем я здесь? Что сделать? Чтобы понять, как решать свои задачи? Вот здесь мне больше нравится Анна с такими вопросами, потому что зачем я пришла в этот мир, я стала задумываться очень рано. То есть, ну, это где-то 25 было, 26 лет. Мне просто сверлил мозг этот вопрос просто со страшной силой, потому что я не была довольна результатами своей жизни. Получать удовольствие, радость жизни. А радость удовольствия, радость жизни, каким образом вы хотите получать? Вот у вас нет, значит, деятельности никакой, у вас нет денег, да? У вас нет друзей, а вы получаете радость жизни и удовольствия. Ну, я не знаю вообще, как бы. Понимаете, как? Ну, если это возможно. Конечно, если вы страшно богатая женщина, то вы, опять же, все равно будете искать какую-то деятельность для того, чтобы привлечь к себе внимание людей, для того, чтобы быть полезной себе. Я дальше покажу вам на слайдах, что люди, которые достигли большого богатства, они все старались поделиться им обязательно. Получают, что у вас радость жизни, я на пенсии и нет денег, нет дохода. Ага. Ну, радость жизни получаю. Хорошо, прекрасно. Ираида, а как вы считаете, вы прожили жизнью, значит, ну, как бы, выполнили свое предназначение, жили по своей душе, жили, как вы хотели или нет? Я думаю, что ответ будет нет. Здоровье, так, так, здоровье и нет дохода. Вот смотрите, нам же не случайно посылаются какие-то проблемы со здоровьем, потому что единственный способ предназначения, оно от чего идет? Оно идет от высшего замысла, от замысла, от творца, значит, от нашей души. То есть он, творец, как бы, дает посылы через нашу душу. А душа с нами контактирует через наше тело. Вот когда у вас возникают какие-то телесные недуги, вот любые там или травмы, или боли, или заболевания, спросите у своего тела, спросите у своего подсознания, что вам показывается, что вы сделали не так. Я вас уверяю, если вы узнаете, что вы сделали не так, нужно обязательно пройти процедуру прощения, осветления, повернуть в другую сторону. И ваше самочувствие изменится просто моментально, и болезнь будет от вас оступать. Так, нет, на заводе всю жизнь. Ага, все прекрасно. Значит, на заводе работали по своему предназначению. Вот это ваше желание, вы так хотели, и все прекрасно, и все хорошо. Я сомневаюсь в этом, потому что у каждого человека есть предназначение. Если вы всю жизнь на заводе и не стали там директором концерна или завода, или еще кем-то, то значит, вы, наверное, завод-то не сильно и служили, не сильно вы важным человеком были на заводе. Значит, это не ваше предназначение. Значит, для того, чтобы нам разобраться, откуда у нас, значит, откуда брать вот эту мотивацию, откуда узнать о своем предназначении, я сейчас задам вам наводящие вопросы. Откуда вы сейчас получаете деньги? Вот здесь вопросы, на которые вы ответите, и выберите свой вариант, откуда вы их получаете. Или, может, это еще ваш быт. Я хочу знания, которые с вами делятся с людьми, и от этого получать моральные материалы. А знания, Алина, в какой области вы хотите получить, чтобы делиться ими? Вот, значит, Алина, вот, если вы знаете, что вы хотите делиться знаниями, значит, нужно получить эти знания, и их все время нужно пополнять, эту копилку, вот, ваши знания, для того, чтобы вы стали лучшим среди вот таких же людей, для того, чтобы люди к вам тянулись. Потому что, если вы не знаете лучше, и вы не лучший из тех специалистов, каким вы хотите стать, я пока не поняла, каким. Вот, к вам люди должны, почему идти? Потому что вы лучшие. А когда вы лучшие, вам платят больше. А когда, значит, вам платят больше, то вот оно и материальное удовлетворение, вот она и награда. Так, я пошла в систему компанию, не умею продавать, так как там две цены. А я же на заводе работала 44 года. А зачем пошли в сетевую компанию? Я вам хочу сказать. Я вот не сетевик, например. Меня подписывали, я что-то ходила там, какое-то время тратила, слушала, обучалась. У меня есть навыки общения с людьми. Я работала на руководящей работе. Значит, я умею продавать. Ну, почему-то вот эти вот пузырьки и баночки, ну, что-то вот как-то вот, ну, не получилось у меня двигать. То есть это точно не мое. На пенсию умею делать массаж, но боюсь предлагать свои услуги. Да, то есть страх мешает, Нина. Нет, вы умение, это ваше хорошо. Но нравится ли вам это делать? Потому что, может быть, вы что-то умеете делать, но это совершенно не ваше предназначение. И поэтому вы боитесь предлагать свои услуги, потому что вы не уверены, может быть, в своей трудоспособности, может быть, в качестве своей услуги не уверены, не уверены в том, что вам будут платить. Вот ваши страхи. Вот хочу работать на себя, но нет начального капитала. Для того, чтобы работать на себя, Жанна, не нужен начальный капитал. Значит, массаж люблю делать, но делайте. Значит, если вы любите делать, если вам это нравится, значит, делайте. Кто вам мешает? Почему же не делать его? То есть обязательно нужно заниматься тем, чем вам нравится. Значит, что еще, значит, вы знаете вообще о предназначении? Вот вы, присутствующие здесь, 44 человека, напишите мне, пожалуйста, что вам известно о предназначении вообще? Что это такое вообще предназначение? Я уже вам примеры приводила, что каждый человек приходит в этот мир с определенной какой-то задачей. То есть у него есть какие-то, значит, приоритетные вещи, которые у него точно получатся, у него есть какие-то таланты. И, как правило, у каждого человека есть 4 и более таланта. Представляете, 4 таланта. Но мы, как правило, не реализуем ни один, то есть большинство людей. Те, кто люди реализуют свои таланты, они всегда будут при деньгах, они всегда будут удовлетворены, они всегда будут здоровы, у них всегда будет хорошее настроение, они будут хорошо выглядеть, им совершенно не нужно будет какие-то молажащие процедуры делать, потому что они будут в своей среде купаться, в среде благодатной, благожелательной. А среда влияет на человека не меньше, чем сам человек на себя. Вот, но не меньше. Так, массаж. Это опыт души, который надо пройти. Так, ну, делайте, но если бы меня знали... Ну, если бы мы знали... Да, вот многие не знают, потому что, ну, например, массаж, ну, у Нины не только у нас талант массажа. Вот я сейчас дам подсказку. Нина, скорее всего, человек чувствительный, человек добрый, человек, значит, такой тонкой организации. Понимаете как? То есть надо немножко рассмотреть под другим ракурсом вот ваш массаж и немножечко вот такие качества, которые вы спрятали, которых вы сами стесняетесь, их выставить нанаружу, их нужно немножко достать. Я ничего не знаю предназначения, смотрю, понимаю, что хотя всю жизнь работаю, одновременно била семью. Как узнать свои таланты? Ага, я же нашла свое предназначение, получаю доход, но всегда встают какие-то блоки, прикрывающие потоки клиентов. Но блоки встают еще и потому, что, может быть, у вас есть какие-то нарушения. То есть нарушения, которые вы наработали вот в этой жизни. Может быть и так. А может быть что-то по-другому. Ну, я не буду сейчас в блоки эти уходить, значит, потому что у нас тема сегодня, в общем-то, предназначение. Так. Вот смотрите. Значит, кто-то вообще не знает, что такое предназначение. Я сказала, что это та задача, с которой Господь, Создатель, Аллах, посылает нас на эту землю, значит, для того, чтобы мы принесли пользу мира и миру, то есть людям другим, земле, значит, но при этом, чтобы мы были счастливы, а не поздно искать за 61 год. Не поздно никогда. Объясняю почему. Потому что некоторые думают, что для того, чтобы жить своей жизнью или понять, кто ты, значит, жить по предназначению, то нужно какое-то, значит, 20-30 лет, и жизнь, в общем-то, ушла. Это неправда. Иногда человек, уйдя на пенсию, только у него немножко развязываются руки, ему не надо ходить каждый день на работу, и он задумывается о том, чем бы он вообще хотел в жизни заниматься, потому что вот тот маленький минимум, вот эта пенсия, которая приходит, она дает способность, возможность выживать. То есть мы можем за квартирку заплатить, покушать, но нужно же подумать о том, где душа ваша. Обязательно, потому что в возрасте вообще нужно побольше о душе подумать. Еще раз говорю, предназначение, это прерогатива вашей души. Это не прерогатива ума, не прерогатива там чего-то, это прерогатива, вы хотите пожить, например, Татьяна Узбинина, если хотите продлить годы, потому что, когда человек живет не по предназначению, жизнь его укорачивается. То есть мы должны зарабатывать бонусы, баллы перед создателем, что мы такие хорошие, мы такие нужные, и от нас польза необыкновенная. И этим объясняются многие абсолютно парадоксальные случаи, когда бабушка болеет, прям тяжело больная, но она родится, желанная внучка, у детей не было, значит, деток 15 лет, и бабушке, которой сказали жить один год, она живет еще 15 лет, потому что она приносит пользу, понимаете? Как его найти? Ага, то есть, ну как найти, я об этом буду вам говорить сегодня, и я об этом, значит, буду говорить, и научаю, то есть уже не просто говорим, а делаем определенные упражнения для того, чтобы его найти на тренинге, потому что, если бы люди знали свое предназначение, было бы меньше агрессии, меньше войн, меньше наркоманов, меньше алкоголиков, потому что люди, которые, значит, ищут, значит, свою энергию направляют куда-то в негатив, они просто не нашли важного для себя дела, они просто не признаны, признаны обществом, возьмите любого алкоголика, помогите ему наладить его собственное дело, хвалите его каждый день, благодарите, и он забудет проводку сразу, кодировать не надо, понимаете, ничего не нужно, когда работал, то дело было по душе, теперь главная внучка и дальше, нет, если вам нравится на даче выращивать, ради Бога, но предназначение, это нечто большее, да, нужно любить внуков, без них никуда, это прелесть, это лапочки, это наши такие вот душистики, без которых мы просто, ну совершенно, мы просто задохнемся, нам нужно дышать с ними одним воздухом, это обязательно, но предназначение, это другое, потом, в чем же вот, например, еще фишка предназначения, когда бабушка, когда или мама, или папа, они живут по предназначению, они важные, они уважаемые, и как вы думаете, дети это не чувствуют, дети не срисовывают, они тоже хотят быть важными, они тоже хотят быть великими, они тоже хотят чего-то добиться, если мы не даем им такого примера, то у них не с кого взять пример, им труднее, понимаете, то есть обязательно нужно делать то, что вам нравится, обязательно нужно сделать с душой, обязательно нужно показывать своим близким, обязательно нужно делиться своими успехами, талантами, потому что любая эмоция, любое событие заразительно, если вы делитесь успехом, радостью, талантами, ваши дети, внуки становятся успешными, радостными, талантливыми, я здесь всех вещах кошек и собак, вот это мой сценарий, друзей, сестер, братьев, но в медицине понимал только тех, кто знал язык, рисунки, где мы живем, ага, то есть вот не получилось, но, Валентина, есть же и сейчас возможность у вас это делать, потому что сейчас очень как бы развита альтернативная медицина, и можно людям помогать как-то немножко по-другому, потому что если вы хотели быть врачом, допустим, вы умеете простейшие вещи делать, где-то может быть массаж, где-то укольчик, где-то может быть поговорить с человеком так, как нужно, где-то еще что-то, где-то посоветовать, например, употреблять какие-то снадобья, не поздно, не поздно, пока мы живем, не поздно, поздно, когда будем лежать на смертном адре, все, тогда поздно, хотите пожить еще какое-то время, обязательно развивайтесь, тренируйте свой мозг, вспомните о своей душе, потому что раз вы ее бросили, эту душу, забыли, она, конечно, молчит, понимаете как, или может быть потихонечку шепчет, но я вас уверяю, душа точить будет ваше тело, и болячки вас просто задушат, по-другому ничего не происходит, болячки вас задушат, обязательно идите вслед за ваше предназначение, обязательно, теперь перечислили, вот тут некоторые уже стали причины называть, оправдание, почему вы не нашли дело по душе, почему у вас нет своих целей, почему вы не достигаете, почему, значит, обвиняете, может быть, кого-то другого, например, Аликина обвиняет там республику, не в той жила, но, может быть, надо было поехать в ту республику, в которой можно было, значит, без языка это сделать, значит, кого еще вы обвиняете в своем развитии, кто помешник этот, кто помешал нам, кто испортил нам жизнь, потому что очень часто родители мешают детям идти вслед за своим предназначением, вот дети, когда растут, очень часто говорят, я буду пожарным, я там буду летчиком, я буду, значит, допустим, космонавтом, я буду там президентом, или там, я буду, значит, водителем, да, дальнобойщиком, нравится, ну, а родители что говорят, дальнобойщики, это непрестижно, нужно идти в институт, девочка говорит, я хочу быть балериной, а, значит, мама говорит, ты что, сошла с ума, у всех балерин, ноги кривые, и они все худосочные, то есть не подходит, ребенок говорит, что он хочет пойти служить в милицию, ему говорят, там убивают, и там нечего делать, и так далее, то есть мы детям тоже мешаем делать выбор, потому что то, что ребенок сказал до 5 лет, это истина, вот, кто может быть вспомнит про своих детей, что они им сказали до 5 лет, кем они хотят быть, или какими они будут, когда вырастут, и вы точно знаете, можете сходить в свое прошлое, посмотреть, может быть, кто-то вспомнит, дети нарисовали свою программу, они могут все вам 5 лет сказать, например, я когда вырасту большая, я буду как Юля пить и кури, я уверяю вас, что этот ребенок, когда вырастет большой, точно будет пить и курить, а надо было тогда задуматься, почему, а потому что тетя Юля, когда выйдет и покурит, она веселая, а, значит, мама не пьет и не курит, она грустная, вот в чем, значит, проблема, поэтому нужно быстренько это на себя проецировать, и быстренько, значит, менять свое поведение, потому что родители на детей оказывают очень-очень сильное влияние, при их выборе, при их задаче, значит, вот на всю жизнь, значит, теперь, я думаю, вы уже поняли, что есть закон предназначения, нравится нам, не нравится, у меня есть книжка «Измени свою жизнь используя законы Вселенной», и там есть, значит, один из законов Вселенной, и это закон предназначения, вот если вы этот закон, любой закон нарушенный из закона Вселенной, будете получать откат, потому что мы маленькая частица, в этом большом мироздании, и если вот мы маленький винтик, в большой системе, в большой машине, начинаем, значит, плохо работать, значит, или мы сломались, то нас просто выбрасывают, ну, выбрасывают, значит, далеко или совсем уже, как бы, из жизни выбрасывают, или сначала дают вариант нам подремонтироваться, чтобы быть, значит, в строю, чтобы приносить свою пользу, по-другому не бывает, когда мы уже совсем там сложим лапки, говорим, не буду, не хочу и не надо, то нас просто выкидывают из жизни, но если жизнь недорога, если то время, которое мы на ней прибиваем, на нашей красивой, счастливой планете, неценно, то тогда, значит, и не нужно идти вслед за своим предназначением, и наплевать нужно на все, хотела стать психологом, мама сказала, что я думаю и не поступлю в институт, и я всю жизнь доказываю обратно, вот человек живет в противоречии, вот я хочу сказать про себя, мне, например, мама говорила, значит, что мне нужно обязательно получить высшее образование, не то, которое я хочу, а вот просто высшее образование, и когда я, значит, после 10 класса сдала экзамены, значит, встал вопрос, поступать в институт, она, значит, меня направил в тот институт, где меньше корпус был, вот только по той причине, что она мне сказала, если ты не поступишь в институт, то меня разобьет паралич, ну, представляете, какой удар для меня, я всю жизнь боялась потерять, маму, всю жизнь, и тут такое, мне все равно было туда поступить, мне нужно было поступить в институт, все, понимаете как? Хотя поступила в тот институт, который мне совершенно не мил, он совершенно не мой, и даже какое-то время я работала по специальности, ну, это было просто пыль, просто хождение на работу, в результате этого и ноги болели не ходило, и ангины были бесконечные, и полно-полно, но себя так и не нашла, нужно найти Арина, вот нужно обязательно вам найти, нужно найти того тренера, который вам поможет найти это предназначение, потому что когда у человека, он знает свое предназначение, у него мышление меняется вообще на 180 градусов, он становится другим, у него состояние другое, у него столько идей в голове, что вы даже не понимаете, что этот человек вообще бомба, понимаете, бомба просто, он свернет горы, он найдет возможности, а Вселенная начинает помогать обязательно, нам посылаются помощники, нам посылаются нужные люди, у нас появляются возможности, все меняется, когда вы делаете правильно все, то есть вернуться нужно к своим корням, обязательно, корни это наше предназначение, не помню, кем хотела быть до 5 лет, ну вы можете не помнить, а может быть родители ваши помнят, потому что вы как родители, вы должны вспомнить, может быть дети ваши что-то говорят, значит, что я хочу сказать, вот возьмем царя Соломона, был самым богатым человеком, во-первых, 40 лет не было при нем войны, вообще не было войны, во-вторых, люди во время его царствования жили так хорошо, как никогда вообще, просто он всех людей старался одарить, чтобы у них все было, и кровь, и дом, и счастье, и радость, и все-все-все, то есть вот царь Соломон, он выполнил свое и предназначение, и миссию, потому что миссия это одно, а предназначение это другое, значит, возьмем Рокфеллера, человек создал на своих талантах и предназначении значительный капитал, огромный капитал, и занимался благотворительностью, создал постоянный благотворительный фонд, Корнеги, значит, человек, который занимался психологией, раньше знаем, что книг других не было по психологии, но Корнеги точно были книжки, их читали, и все их просто пожирали, и все, кто интересовался и воспитанием, и долголетием, и отношениями, и всем, значит, 90% свое состояние потратил на благотворительность и всю жизнь занимался своим делом. Значит, что еще хочу сказать? Значит, секрет больших денег, ну, я расскажу дальше про других людей, секрет действительно больших денег и счастья, значит, он находится в предназначении. Вот вы как думаете, самые большие пороки, которые сейчас есть или проблемы, это, допустим, алкоголизм, наркомания и войны? Нет, ничего подобного. Самая большая проблема – это отсутствие у людей счастья. Счастье – это та единица, которую невозможно купить. Счастье не покупается за деньги, счастья не бывает много. Счастье, значит, ощущение счастья или состояние счастья створит такие чудеса, что человек исцеляется от неизлечимых заболеваний, человек выздоравливает, то есть человек, который влюбляется, который пребывает в состоянии счастья, способен победить онкологию. Это уже проверенные факты, об этом есть фильмы, об этом говорят уже в новостях, показывают какие-то документальные ленты, так что все об этом могут знать. И если вы вдруг не следуете своему предназначению, то ваше излучение, не следуете своему предназначению, то ваше излучение, ваша мысль, ваши слова, ваши интонации, ваше ощущение счастья, оно проецируется другим людям. И другие люди душой реагируют на вас через события, через предложения, стараются познакомиться с вами, стараются пригласить вас выступать на такие площадки. Это же, ведь люди ведутся на энергию, вы поймите, что все есть энергия. И если у нас нет вот этой энергии, что мы на своем месте, мы вот умеем это делать, мы точно знаем, что мы занимаемся любимым делом, люди это тоже считают, и люди поймут. И поэтому фальши никак не должно быть, потому что обмануть можно одного человека, обмануть можно десять человек, но когда вы обманываете себя, это не прощает вам ваше тело. Оно вам этого не простит. Поэтому ощущение значимости, ощущение самоуважения, ощущение того, что ты на своем месте и занимаешься своим делом, дает много бонусов человеку вперед по сравнению с другими людьми. В любой сфере, в любой области. Вот возьмите, кто работал по найму на работе, кто выбивается, значит, повышается по карьерной вестнице, значит, растет, кто знает чуть-чуть больше и делает чуть-чуть больше, чем остальные, например, там в отделе, да, кто что-то делает лучше. У меня внучка в серии года сказала, что зачем ей работать, у меня будет муж в азапе и большой двухэтажный дом. Мне страшно подумать, чем она будет заниматься, но не учебой точно. Вот видите как, ребенок уже нарисовал программу, поэтому нужно бережно, аккуратненько с ребеночком работать и развивать в ней таланты. Иначе она сделает, как она вам сказала. И не факт, что она будет счастлива в этой двухэтажной клетке. Не факт. Потому что счастье человека, оно только тогда, когда признается его божественное начало, когда признается его значимость. Очень часто на наше, как бы мнение, на наш выбор влияет социум, влияет окружение. То есть влияют родители, внушая нам, что это непрестижно и что это плохо оплачивается. Подсмеиваются друзья, что это уже вообще не специальность, что вообще, что, что, вот будешь заниматься вот этим, это непрестижно. Я вам хочу сказать, никто из других людей, кроме вас самого, не знает о вашем предназначении, не знает о вашем предназначении, не знает того, что хочет ваша душа и не имеет права делать за вас выбор, даже если это нужные, уважаемые, любимые родители. Если они это делают, если они вторгаются в эту сферу, вы должны, если вы взрослый человек, просто послать их далеко и надолго и найти свое предназначение и жить по своей дороге, идти своим божественным путем. По-другому никак. Вот в случае, если вы еще не нашли свое предназначение, хотите ли вы его вообще найти? Потому что только работая, вернее, не работая, а занимаясь той деятельностью, которая положена вам по предназначению, вам не будет труд в тягость, вы никогда не будете, в принципе, на работе. Время будет бежать очень быстро, а вы будете постоянно находиться в ощущении, значит, важности, нужности и легкости. Значит, какие сложности вам решают в поиске предназначения и зарабатывании денег с его помощью? Может быть, что-то сейчас вы другое мне напишите, ответите по-другому, потому что я уже многие вещи вам сказала. Так, ну вот, я хочу сказать о людях, которые имели определенную специальность и которые пошли, значит, вслед за своим предназначением. То есть они не стали заниматься той деятельностью, на которой они учились. Вот, например, знаем, этот самый, вот, девец, вот, сказал, выходит ли я? Розимбал, да, Александр Розимбал? Вот он по образованию, вообще-то, врач, и он работал на скорой помощи. Но он хорошо пел на гитаре, ему это нравилось, сочинял песни. И в одно время он закончил свою, значит, карьеру врача и просто ушел, значит, в музыку. Ну, конечно, не сразу пришли там деньги, признания, но в конце концов пришли, и он занимается своим делом. Идем дальше. Вот, например, певица Жасмин. Значит, что можно сказать? Жасмин, она, значит, вообще-то ее имя Сара, она дагестанка, значит, она появилась, значит, в творческой семье на свет, то есть у нее отец был хореографом, балетмейстером, мама была дирижером, значит, у нее был еще старший брат, вот, и младший брат, вот. Ну, короче, мир искусства Жасмин окружал с детством. Но, тем не менее, она творчеством начала заниматься, еще как бы в школьные годы выступала на КВ, вот, значит, выиграла в каких-то музыкальных конкурсах, но, тем не менее, значит, ее заметили как модель, и она занималась некоторое время, благодаря своей экзотической внешности, занималась, значит, модельным бизнесом, вот, значит, но девушка поняла, что модельный бизнес не для нее, и имея при этом образование медсестры, она начала заниматься пением, и вы сами знаете, что она преуспела, преуспела в своей карьере, живет в изобилии, упается в роскоши, имеет прекрасную семью, в конце концов, хотя был первый брак неудачный, ну, зачем-то этот опыт нужен был, вот, и она вполне счастлива, теперь хочу сказать про такого человека, как пророк Мухаммед, ну, особенно люди, значит, если которые, значит, мусульмане, они знают, такой пророк Мухаммед, он вообще был обычным торговцем Мекки, вот, и состоял в счастливом браке с женой, которая 15 лет старше него, и первое свое откровение он получил только в 40 лет, то есть не обязательно, что вот вы должны прям сегодня и сейчас, и, значит, не получили, и все равно, значит, нечего пытаться, то есть это может быть в любом возрасте, в любое время, вот, значит, Реймонд Чандлер, кто такой, значит, он автор детективных романов, но романы он стал писать, стал писателем, услышите меня, в 44 года, потому что он потерял к тому времени работу вице-президента крупной нефтяной компании, вот, и был в глубокой депрессии, но всемирную известность, слабые деньги принесло ему написание о своих романах, вот полковник Сандерс, кто такой, он имел кучу профессий, и только в 40 лет открыл первое свое придорожное кафе, и впоследствии сеть ресторанов быстрого питания, хочу сказать еще про, как бы, про то влияние, которое оказывает на нас близким, значит, вот, например, Бетховен, все знают такого музыканта, значит, но учитель Бетховена считал его вообще полной бездарностью, а мы знаем, что это талантливый, значит, композитор, значит, хочу сказать еще про такую личность, про всех, конечно, не расскажешь, вот, например, певец Стас Михайлов, любимый всех женщин, но родители категорически не хотят, или чтобы он занимался музыкой, категорически, и прочили ему какую-то серьезную мужскую профессию, но тем не менее, он пошел вслед за своим предназначением, и мы видим, что у него есть все, и даже с избытком, то есть, если вам это надо, то идете, если не надо, то есть, жизнь в изобилии, здоровье, признание, самоутверждение, значит, высокая самооценка, хорошее самочувствие, то тогда не нужно идти за предназначением, если, значит, вам нужно, то вы просто обязаны идти вслед за своим предназначением, просто это один путь, он единственный, другого такого пути не бывает, его просто нет, значит, значит, Брайан Тресси в свое время сказал, делайте то, что вы любите делать, когда вы начнете заниматься тем, что действительно любите делать, то никогда в жизни вы не будете перерабатываться, потому что синдром хронической усталости, это тот диагноз, который ставится сейчас сотням, тысячам людей, а почему, а потому что хотя ездят на машине, хотя ухожены, спят в теплых постелях, значит, ходят в косметические салоны, а все равно замучились и устали, потому что занимаются не своим делом, вот я еще расскажу о нескольких случаях, таких, когда человек принял свое, как бы, одно дело на другое и оставался в выигрыше, значит, вот был психолог Федор Смехов, так называемый, значит, он всю жизнь работал психологом, в одно время понял, что ему это не нужно, и что он не хочет быть психологом, и он просто пошел работать в мастерскую, стал сначала стойлером, а потом получил образование, хотя у него было два высших образования, ну, не два, у него было институт и аспирантура, ну, так считали его, значит, работяги на работе, что у него два высших образования, и он многих видел, значит, работающих по его профессии, что у них нет пальцев, то есть это профессия, которые очень часто, люди теряют пальцы, ну, может, когда в силу выпили, в силу нарушения техники безопасности, но это его тоже не остановило, впоследствии он стал очень востребованным дизайнером, получил европейское образование постепенно, хотя, когда он начинал учиться, на по новой профессии, ему помогали родители, то есть они ему, как бы, оплачили какую-то часть его затраты, для того, чтобы он получил эту свою новую специальность, и в результате у него все, хочется сказать еще о Любови Прасловой, она из Ташкента, в возрасте 62 года она решила заняться другим, полезную информацию ценную дает спикер, многие духовные тренеры, учения говорят о предназначении, на самом деле, вот Татьяна уже появилась, Татьяна в сети, написали девочки, смотрите, Андрей Сверидов, впоследствии он, значит, вообще транспортную компанию организовал, хотя пришлось пройти и через бандитов, и через кого только не угодно, то есть бросил свою специальность, стал казаком, и впоследствии вообще организовал прекрасный, значит, автомобильный бизнес. Значит, про кого еще хочу рассказать, есть, значит, такой случай в практике, человек работал врачом, это дело было в Москве, и, в общем-то, врач преуспевающий был, и, значит, его метили на, значит, на заведующей поликлиникой, но он в одно время понял, что он занимается не своим делом, а в мединститут он поступил потому, что мама и папа были врачом, и тут как бы династии, и варианта не было, и его просто вели и направляли, но ему очень нравилась, значит, это банковское дело. Он пошел работать в банк обычным клерком, подучился маленько, и уже через полтора года был заместителем управляющего крупного банка. То есть, когда вы идете за предназначением, вселенная вам помогает, и вы, в общем-то, быстренько продвигаетесь по жизни. Значит, жизнь не по предназначению, говорила, еще говорю вам, в этих ситуациях у человека опускаются руки, он вроде что-то делает и старается, но ничего не выходит, или начинает и бросает. Значит, возникают препятствия какие-то, удача от него отворачивается, веятельность кажется пустой и бессмысленность, и она его не воодушевляет, не зажигает. Здесь речь не только о ярких эмоциях и драйфе, о том, чтобы у вас просто хватало сил делать свое дело, потому что иногда сил не хватает, чтобы оно вас зажигало, хотя бы было приятным, осмысленным, так, чтобы делать свое дело и ни о чем больше не думать. Если мы не живем по предназначению, куда уходит наша энергия, куда мы тратим время? Потому что, если мы не живем по предназначению, а живем как живем, живем как все, живем потому что, живем и помогаем творить предназначение, достигать цели другим людям, перезайдите. Напишите, пожалуйста, Лен, напишите, чтобы люди перезашли. Разберусь и смысл. Так, ладно, ну оставим это, значит, мысли. Все сейчас есть, но вот видите, у меня сбывается смысл, и я тоже как бы, я же не читаю, я же этот самый, я же соображаю, вот в чем вопрос. Значит, на что мы тратим жизнь, если мы не живем по предназначению? Задумайтесь об этом. Если вы курите, есть те люди, которые курят, на выкуривание каждой сигареты вы тратите примерно 5 минут, на выкуривание 10 сигарет в день вы тратите, значит, наверное, уже 2 часа получается, да, то есть 2 часа в день вы прокуриваете. Если вы смотрите телевизор, то примерно человек, достигший 70-летнего возраста, смотрит время провождения у телевизора, значит, составляет 10 лет, то есть 10 лет своей жизни вы просто, ну, выбросили, да, не буду плохим словом называть, просто выбросили. Вот задумайтесь о том, на что вы тратите свои силы и время, потому что время – это единственный ресурс, который стоит ценить. Время, потому что назад ты его не вернешь, дважды не проживешь, стрелочки не остановятся, и они все тикают, тикают и тикают. Как только, значит, стрелочки перестанут тикать, то наша жизнь остановится. Поэтому нужно задуматься о том, чем мы занимаемся каждый день, каждую минуточку. Ну, а для этого нужно грамотно, значит, тратить свое время, знать, на что его тратить, а на что не нужно. Может быть, не нужно выслушивать подружек, который разговаривает и жалуется все время на болячки, потому что это, вытягивает из вас силы, и не тратите вы время свое дорогое. Значит, может быть, не стоит заниматься теми делами, которые не важны, и может, стоит заняться теми делами, которые действительно важны. А кроме того, они приносят вам удовлетворение. Значит, как же все-таки изменить свою жизнь, придумать себя заново? Я глажу белье и смотрю телик. Ага, ну, все равно вы тратите свою энергию, потому что глатьте белье и смотрю телик, это вот из-за разряда моего. То есть, я стараюсь, в молодые годы, вообще, три дела сразу делала, обязательно, то есть, стирается, варится и полы, по-моему. Я все понимаю, это экономия времени, но тут немножко другое, потому что многие люди, не потому что телевизор нужно вообще запретить, хотя у меня есть знакомые, которые не имеют телевизора в квартире, вообще, они его извели. Я вам хочу сказать, что если вы изведете телевизор с квартиры, вы точно будете заниматься чем-то другим и точно омолодитесь. Это я уже знаю, вот это прямо на моих глазах, это я точно знаю, потому что человек не смотрит телевизор, но она катается на велосипеде, вот в теплое время года, это каждый вечер, у них целая группа, они катаются на велосипедях, они катаются на лошадях, и поэтому, наверное, у них что-то по-другому в жизни. Вот, значит, найдите свое предназначение, это не так просто, то есть, невозможно найти вот сейчас, сидя здесь, вы каждый найдете свое предназначение, это невозможно. Предназначение нужно находить, только работая с человеком, только выполняя конкретные задачи, только через посредство руки, мозга и листочка, листочка, невозможно по-другому, поэтому, если вы думаете, что вы сегодня, вы здесь найдете предназначение, нет, вы сегодня можете замотивировать себя, найти предназначение, все, другой цели нет, потому что все за и против, я вам раскрываю. Значит, если вы нашли уже свое предназначение, для того, чтобы достичь финансового благополучия и изобилия, и получать признание, награды, похвалы, благодарности, вам нужно обязательно себя совершенствовать. Я вам хочу сказать, что я нашла свое предназначение, но я постоянно обучаюсь, постоянно расту, постоянно совершенствуюсь. И еще 4 года назад, я, может быть, не так бойко выступала перед экраном, потому что на аудитории 90 человек, 300 человек я выступала, но мне было понятно это, и мне было это легче делать, нежели выступать вот здесь за экраном, где я не вижу людей, где я не вижу их глаза, я не вижу их реакцию, я не понимаю, так или не так я что-то делаю. И поэтому мне было трудно. Но я тоже это преодолела, я тоже это смогла, хотя я, как бы сказать, продвигала в мир именно те знания, которые я накопила в результате длительного опыта, и живя по своему предназначению. То есть я занималась целительской деятельностью, и у меня это очень хорошо получалось. Хотя параллельно я многие вещи делала. Я занималась консалтингом, то есть я людям помогала организовывать бизнесы и вытягивать бизнесы из как бы из провалов. Понимаете как? Я знаю, как это делать, я точно знаю. Я хорошо могла продавать, то есть я показывала, приходила на место, кто у меня там был в коучинге, приходила на место, и мы организовывали процесс. Я прекрасно разбираюсь в маркетинге, я прекрасно еще какие-то вещи делаю. Мне нравится наряжаться, и я знаю, как подобрать женщине те или иные вещи, те или иные наряды, для того, чтобы она была замечена, для того, чтобы у нее повысилась самооценка, для того, чтобы ее, значит, отмечали мужчины, и опять же, смотря для какого случая. То есть я тоже это знаю и умею, но потому что мне это нравится, только поэтому. У меня есть несколько таких вещей, которые я уже отточила и умею, и теперь просто некоторые из них я продвигаю через интернет. Все, никакой тайны, никаких там каких-то особых приемов, ничего не нужно. Я просто делаю свое дело. Я не буду делать то, чего я не буду делать. Я не буду учить бухгалтерии, хотя я родилась в семье, у меня мама главной бухгалтером была. Я не буду это делать. Мне не нравится складывать циферку, хотя я хорошо складываю, и чтобы у меня получался баланс, и разносить их. Мне не нравится это делать. Я не буду ремонтировать машины и телевизоры, потому что я ненавижу точные науки, хотя я прекрасно справлялась с математикой. У меня была математика, геометрия 5. Понимаете, как? Да, я вот как вариант сделала это, вот сделала, но мне не нравится это. Мне нравится творческая работа. И для того, чтобы каждого человека протестировать и помочь ему вытянуть вот эти свои есть ли, вот это, вот это, вот это. И сложился такой гладенький, хорошенький, ровненький кристаллик, который засияет всеми гранями его таланта. Нужно проделать определенную работу. По-другому не получится. Ничего не получится. Так, ну, а для того, чтобы это сделать, нужно прежде всего узнать, зачем вы пришли в этот мир, кто вы. Потому что наша Вселенная, еще раз говорю, поможет нам и открывает нам любые двери, когда мы точно знаем, куда мы идем. Не важно, где мы находимся сейчас, в какой точке. Это совершенно не важно. Я вам говорю, что можно изменить свою жизнь буквально за три месяца, за полгода. Можно стать специалистом в любой области, в любой, любому человеку за 4-5 лет. Вообще просто суперспециалистом. Суперспециалистом. Презентация красивая. Вот, видите, я, значит, умею делать, мне нравится делать красивые презентации. Спасибо, Светлана. Но это тоже можно продавать, хотя я презентации за деньги не делаю. Но если вы обратитесь, и это будет хорошо оплачено, ну почему бы не сделать красивую презентацию? А этому я научилась именно в интернете. Значит, смотрите, ростки талантов наших посажены в нас, наши ДНК прописаны, прорисованы у каждого человека. Этих талантов у нас не один. У нас несколько талантов, которые можем развивать. Но мы все равно пойдем по своему предназначению, хотим мы или нет. Таланты могут быть разные, а мы все равно пойдем за своим предназначением. Если мы хотим удержаться на плаву, если мы хотим быть востребованными, если мы хотим жить в счастье и в радости, если мы вообще хотим сохранить свой потенциал, умственный прежде всего. Потому что, когда ты занимаешься своим делом, вот, то люди это считывают, люди это слышат. И тогда тебе не нужно что-то зубрить, где-то делать насилие какое-то над собой, бояться за то, что что-то будет не так, потому что все будет так. Люди считывают энергетику, люди считывают твой эмоциональный посыл. Это я всем подсказываю, кто все-таки решит когда-то заняться бизнесом через интернет или вообще бизнесом, который связан с общением с людьми, это может быть и сетевой маркетинг, еще с чем-то, то обязательно нужно иметь внутри, вот, нужно быть искренним, понимаете. Вот нельзя продать или нельзя предлагать то, чего в тебе нет. Люди это считывают. Особенно через интернет. Объясняю почему. Вы не видите их глаза. Человек находится в расслабленном состоянии, и в расслабленном состоянии вся информация без искажения, она поступает человеку в мозг. И он ее считывает. Значит, если вы просто не знаете, как и что думать, страшно изменить свою жизнь, то я вам хочу сказать, не бойтесь. Даже если вам 62, я привела примеры. Еще хочу сказать об одной женщине, которая, значит, в 85 лет, значит, совершила первый прыжок с парашюта, значит, и еще одна, значит, англичанка, она, значит, свое восхождение по скалам тоже совершила уже после 80 лет. То есть все возможно. И живет вполне счастливо. Они пишут в газетах, значит, они передачи революционные организуют, и у нее все хорошо. Вот я думаю, что тут даже ей не нужно бы ее продвигать. Она продвинула себя сама. Если вы очень хотите счастья и изобилия, то действуйте из своего предназначения. Найдите свое предназначение. Я вас просто умоляю. Потому что чем больше будет счастливых людей на Земле, тем счастье будет преумножено. А в этом ли вообще смысл всей нашей жизни, жизни любого человека? Значит, как происходит материализация? Вот многие спрашивают. Я вот составляю, допустим, список своих там желаний, там хочу машину, квартиру, дачу, там еще что-то. И многие из этих желаний не исполняются, потому что делаются многие вещи неправильно. Поэтому я хочу немножко затронуть этот вопрос. Вопрос материализации. Вот материализация точно произойдет, чего бы то ни было. И если это исходит, ваше вот это желание, от Духа Святого, то есть обязательно должно Духом наполнено быть. И Дух Святой наполняет желанием, радостью, значит, песней вот этой вот исполнения, вашу душу. И тогда душа обязательно, значит, воплощает эту материю. Сделаете ли вы это своими руками, или сделают вам как подарок Вселенная? Это, значит, не факт. Может быть так и так. Но для этого все равно нужно от Духа Святого через душу пропустить. По-другому не получается. Значит, для чего нам нужно найти свое предназначение? Еще раз, чтобы стать по-настоящему счастливым. Без призвания, без удовлетворения предназначения, без осознания, кто ты есть, зачем ты пришел на эту землю, счастье невозможно. Предназначение открывает небеса. Предназначение устанавливает связь с нашей душой, а душа напрямую связана со Вселенной. А я вам хочу сказать, мы можем молиться и делать правильные ритуалы, но если мы не честны перед собой, перед своей душой, то душа не пойдет нам навстречу, и наши молитвы не будут услышаны. Живите по душе, живите по предназначению. Хотели бы вы узнать, вот сейчас спрошу у вас свое предназначение, заниматься тем, что приносит радость, удовлетворение от каждого прожитого дня, иметь растущий доход, может быть, завести свое дело. Я в 6 лет прыгнула с Антоном, с крышей существуем еще, а папа меня ремнем побил. Я тоже в 6 лет и в 7 прыгала с парашютом с крыши. Но мы прыгали на солому, отбивали пятки, но родители об этом не знали. Мы тоже прыгали с крыши. Валентина, я вас понимаю. Надо было просто от папы улыкнуть и все. Значит, хотели бы выбрать дело, профессию по душе, может быть, открыть свое дело еще раз говорю, делиться с другими людьми, действительно ценными знаниями, получать благодарности от сотен и тысяч ваших поклонников, то тогда я вас приглашаю на свой тренинг, потому что законы вселенной, такие как притяжение, в соответствии предназначения никто не отменял. Кроме того, они написаны не нами, они родятся на высших планах бытия, на седьмом плане, где прописываются, на шестом плане, на седьмом, где прописываются все законы. Они не нами придуманы, они нам даны свыше. Если мы их не соблюдаем, нас за это наказывают, как я уже несколько раз говорила. И все, что у нас в жизни не так, особенно, еще раз говорю, у кого нет нормальных отношений, у кого нет достойной оплаты, у кого нет здоровья, проблема в том, что сейчас вы не на своем месте. Вы делаете то, для чего не предназначено. Каждый человек пришел на эту землю с определенной целью. Пока вы не выполните это предназначение, счастливы вы не будете. Это невозможно. Это не от меня зависит, не от моих выводов, не от посылов, не от приоритетов, не от желаний, ничего. Это зависит только от вашего сознания. А когда вы это сделаете, когда вы начнете жить по предназначению, вы получите подтверждение к самому этому. То есть отступают болезни. Я хочу рассказать еще про такой случай. Мужчина, у него было множественное межпозвонковое режим. И в общем-то он лежал в основном, и были назначены операции. Этот случай, в общем-то, его показывали по телевизору. Может быть, в прошлом или позапрошлом году. Что ему посоветовать? С ним работал психолог, с ним работал диетолог и работал физкультурный. Но я думаю, что самое главное, что с ним сделали, это сделал психолог. То есть мужчина поменял резко свою профессию, он работал по найму, но он всегда хотел свое дело. Он открыл свой маленький бизнес. И, о чудо, через 3 месяца, в течение 3 месяцев, он находился под опытом. Питание ему откорректировали, упражнения делали. У него произошли серьезные изменения, у него самочувствие. То есть грыжи некоторые пропали, некоторые уменьшились. Он стал носить внучку уже на плечах совершенно спокойно, чувствовал себя счастливым, востребованным. Но я думаю, что самую главную роль, какую он сыграл в этом случае, во всем, это то, что шел вслед за своим предназначением. То есть он реализовал себя. Прекрасная жизнь, девочки, начинается с прекрасной мысли. Без помощи мысли не происходит ни одного дела. Поменяйте свои мысли, сделайте шаг вперед к вашей мечте, и у вас все получится. Значит, многие сейчас интересуются деньгами. У меня есть тренинг просто про деньги. Как деньги привлекать. Разные штучки. Но опять, если вы нарушаете законы Вселенной, эти штучки, это они временно работающие называются. Понимаете, как вы сделали, получился, потом может не получиться. Вот, то есть прислушайтесь тому, что сейчас я говорю. Я о предназначении говорю на всех тренингах, в том числе и по здоровью. Но услышь, кто схочет, тот услышит, а кто не слышит, то ничего не сделаешь. Просто пробки не пробьешь. Пробки прежде всего в голове, не в ушах. Значит, как происходит вообще все? Значит, мысль у вас появляется в голове, она заряжается эмоцией. Вот только мысль, заряженная эмоция имеет право на существование, может воплотиться. Она обязательно должна пройти состояние вакуума. Как это и что, я, конечно, от тренинги объясню. Значит, плюс процесс движения. Мысли нужно ускорение дать. Ну, что-то надо делать. Вот. И в результате вы получите счастье и деньги. По-другому никак не получается. Ну, никак. То есть включайте голову в нужном направлении. Значит, Как научиться делать и думать все быстрее? Ну, понятно, что думать и делать, значит, быстрее нужно найти помощника. Отбросить все свои страхи, не смотреть на свой возраст, забудьте про свой паспорт, не смотреть на отсутствие чего-либо. То есть мы начинаем придумать, сегодня нет денег, нет времени, я еще подумаю, а как же я стану быстрее существования? И разные, 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 для того, чтобы поменять, значит, курс своего движения. Потому что предназначение это совершенно другой курс, нежели тот, которым вы жили раньше. Значит, как получается результат? Еще раз, для любой цели абсолютно. Вы должны принять решение, то есть что-то поменять. Примерить этот мыслеобраз, ну, понять, что у вас будет по-другому что-то, то есть представить мыслеобраз нужно. Выполнять нужные шаги, сделать нужные шаги. Знать систему, то есть какой шаг идет за каким шагом. И у вас результат получится. Несмотря ни на что. Он неизбежен. Хотите, запишите. Задержу слайм, можете записать. Значит, результат точно появится, если вы примете решение все изменить. Найдете тренера, пройдете обучение от первого шага до последнего, поменяете свои мыслительные привычки, уберете блоки, которые вам мешают, пойдете своим личным путем по предназначению. Не нужно никого смотреть, не нужно думать, что, допустим, в шоу-бизнесе полно людей, или, допустим, там отелей партнеров полно, или, допустим, я уже старый для того, чтобы прыгать с парашюта, или еще что-нибудь, или старый, чтобы пойти на йогу, или еще что-нибудь. То есть не думайте о себе так. Вот как вы думаете, то вы и получите. Значит, начинайте думать, выгодные для вас мысли. Думайте с выгодой. Хоть вот это, сделайте с выгодой. Это же не страшно, не наказуемо. Вас никто не улечит. Просто начинайте думать о себе с выгодой. Ну, а потом и делайте с выгодой. Что вы получите в итоге? Обязательно узнаете о своем предназначении. Составите алгоритм действий, ведущий вас к вашим целям и большим дневнам. Станете счастливее, станете здоровее. Внесете свою лепту в улучшение жизни других людей. То есть пройдете по своей миссии. Ну, миссия, это, значит, еще раз подчеркну, это уже как бы какая-то большая полезность для большой группы людей. Значит, Танечка уже бросает этот самый ссылочку. А я пока расскажу вам о самом тренинге, потому что время мы позже начали и нужно немножечко поторопиться. Значит, несколько вариантов участия. Это пакет стандарт, значит, стоимостью 3,700, пакет премиум, стоимость 16,800 и пакет VIP. Пакет VIP, значит, стоимостью 39,000. Все эти три, значит, пакета, они с большой скидки сегодня. И еще у нас будет групповое занятие в группе. Субтитры, у нас еще будет групповое занятие в группе. Значит, я думаю, что это будет 11 числа, где мы тоже будем заниматься, значит, поиском предназначения. Но я думаю, что вы поймете, что нужно все равно дальше идти. За такое время много все равно не сделаешь. Но вы хотя бы поймете, в каком направлении двигаться и многие вещи для себя выясните. Занятие будет длиться три часа. Мы, может быть, сделаем небольшой перерыв там на кофе-чай на 10 минут. Значит, стоимостью 1500 рублей. То есть, вполне доступная стоимость, если кто-то еще вообще сильно колеблется. Но я, конечно, советую выбирать пакет либо премиум, либо VIP, для того, чтобы полностью завершить процесс. Чем они отличаются? Значит, в пакете премиум вы точно найдете свое предназначение. Мы отработаем с вами определенные техники. У вас будет видение, куда вы идете и зачем. А в пакете VIP у вас будет полностью прорисован план и вы уже начнете делать шаги по пути к своему предназначению. Скорее всего, во время отменения. То есть, уже будете просто делать что-то. Не просто там найдете свое предназначение, но конкретные виски уже примите. Хочу вам сказать, что те ощущения, которые человек получает после того, как он понимает, кто он и зачем он пришел в эту жизнь, они вообще сравнимы только со вторым рождением. Потому что человек рождается фактически дважды. Первый раз, когда он рождается физически, второй раз, когда он понимает, кто он есть, каково его предназначение, какова его божественная миссия. Значит, в пакете VIP еще мы изменяем ваши события и дырят. То есть, обязательно согласовываем ваши какие-то желания, чаяния и таланты с гороскопом. Обязательно. То есть, мы все это дело уточняем. Значит, вы откроете для себя новые источники дохода с открывшимся предназначением. Это я вам прямо конкретно буду с вами работать. Конкретно мы с вами все это обсудим, мы все прорисуем. То есть, у вас будет план. Значит, если вы готовы найти свое предназначение и жить в изобилии, то милости прошу на тренинг. По-другому не знаю, как это сделать, потому что это сделать невозможно. Значит, если вы уже сделали свой выбор и нажали на волшебную кнопочку заказать, то внимательно прописывайте телефон и пишите, какая у вас страна. В любой клеточке пишите про себя, какая страна. Способы оплаты, которые предлагает система, пусть они вас не смущают, если вы живете там в Америке или живете значит, на Украине, то любые способы другие будут вам предложены, вам будет написано письмо и значит, предложены способы оплаты. Так что с оплатой не печальтесь и не тужитесь. Значит, если вы уже сделали свой выбор, то я вас уверяю, что вам никогда не придется об этом пожалеть, потому что предназначением вообще мало кто занимается, но это может быть самая главная вещь для того, чтобы продлить наше счастливое проживание на этой планете. Ну вот, я, пожалуй, и все сказала. Если у нас есть время, организаторы, напишите, значит, мы, может быть, сделаем практику. Если есть у кого-то вопросы, вы можете мне их задать. Вот я с удовольствием прочитаю и еще есть. Сколько есть, ну ладно, есть и есть. Ладно, напишите, пожалуйста, если есть вопросы, я на них отвечу. И мы сделаем с вами маленькую, маленькую практику. Вот еще не сказала, а надо бы сказать. Знаете как, мы иногда есть ошибки, которые мы совершаем при поиске предназначения. Ну и они как бы такие стандартные и они вполне обозначенные. и я хочу сказать только о некоторых из них, а уже тем людям, которые пойдут в тренинг, мы будем эти ошибки прорабатывать. Значит, практику дам, подождите, это щелевое мышление, так называемое. То есть мы не видим сквозь призму своего мышления в своих возможностях. Возможностей больше, чем отбавляем. Вот просто их много. Очень боимся, значит, получить, значит, неудовлетворительное какое-то, значит, мнение других людей. То есть очень полагаемся на мнение других людей. Это могут быть разные, это разные люди могут быть, родители и близкие, потому что они думают, что вот этот путь плохой, вот этот хороший. Я вам хочу сказать, когда время пошло, пошло кооператив, это было, наверное, 25 назад, ну или побольше, не знаю. Значит, я тоже поняла, что нужно делать, организовать кооператив, во-первых, я своего мужа долго уговаривала, а потом мы, наверное, полгода спорили с родителями, со свеком, с икрой, с моей мамой, говорили разное, всех попересажают, это дело временно, значит, этот самый, это все незаконно, и все, все говорили. Девочки дорогие, я все-таки выстояла, отстояла, и буквально сама все это сделала, организовала, и ту зарплату, которую я получала в кооперативе, ну вот, к примеру скажу, средняя зарплата была 250 рублей, например, в жизни, моя зарплата была, значит, 50 тысяч, вот такая была, вот такая вот просто разница, поэтому не бойтесь делать шаги вслед за, как бы, за своими желаниями, просто живите, значит, по форму, да, вот жизнь по предназначению, это и есть, Ольга, это и есть жизнь по формуле души, узнать формулу души, можно, конечно, узнать по расчету, есть такая таблица, можно, но если вы не будете ничего делать, согласно этой формуле, то ничего не поменяется, вообще ничего не поменяется, звезды нам даются, как подсказки, конечно, поэтому, значит, лучший путь для вас, знаете только вы, потому что для птиц, путь один лучше, а для рыб другой, понимаете, это разные пути, но они, они для, они тоже у них лучше, вот для рыбы одной, для птицы другой путь, но они для них лучше, а для вас тоже лучше путь, он обязательно есть, только нужно его нащепать, найти, встать на него и просто быстренько поперла, и все получится, ну, хочу вам в результате сказать, значит, можно рассказывать о пользе, например, яблок много раз, да, вы, наверное, слышали, вот, но один человек послушает, значит, информацию о пользе яблок, говорит, да, хорошо, спасибо, все, я понимаю, я согласен, и все, а другой просто берет, значит, сумочку или пакетик, идет в магазин, покупает эти яблоки и начинает есть, так вот, к какой категории вы себя относите, вы подумайте сами, значит, если хотите получить пользу, надо что-то делать, просто, вот, брать и делать, если хотите поговорить про это, то от этого не будет полезности, вот, не будет, я, конечно, понимаю, что иногда люди только с четвертого, с пятого раза начинают воспринимать информацию, но это неудачники, если вы себя к этим людям не относите, то воспринимайте быстро, принимайте решение быстро, делайте шаги быстро, Потому что успех, он вообще происходит от слова «успеть». Успейте жить, успейте жить по своему предназначению. Ну, еще хочу сказать, мы много говорим, кто умный, кто дурак, и многие себя дураками не считают, вот. Но дурак не тот, кто не знает, девочки дорогие, а дурак тот, кто не хочет знать. Если узнаете, через какое дело жить по новым ночевам. Ну вот, видите, вот Ольга как бы пришла к своему пути. Нет, это точно, потому что, ну, это же не просто так. Это годами, геками все складываются эти науки. Значит, я думаю, что для вас у меня к вам предложение подходящее, условия подходящие, а все остальное выбор ваш. Значит, если вы хотите изменить что-то, то нужно что-то сделать. Значит, ну, давайте теперь практику сделаем. Устраивайтесь поудобнее. Будем делать с вами практику. Закрывайте глазки. Начинайте слушать свое дыхание. Дышите. На вдохе надувая живот, а на выдохе наоборот подтягивая. Делайте паузу после вдоха и выдоха. Ваше дыхание ровное, спокойное. Вы чувствуете себя уверенно, в безопасном месте. И теперь представьте, что из вашего сердца выходит лучик. Прямо к центру земли, через ваши ноги. Возьмите оттуда энергию из центра земли. Еще раз пропустите через свое тело. Постепенно расслабьте и уберите зажимы, так, где есть. В ногах, в бедрах, в области живота, в спине, в грубе. Расслабьте мышцы рук, плечи, мышцы шеи, мышцы спальков. Хорошо реализируйте каждый участок вашего тела. Просто слушая дыхание. Прогревая каждый участок вашего тела, если был где-то затор, где-то блок. Почувствуйте, как ваше все тело становится теплым, тяжелым. И как бы вам даже не принадлежит. И теперь отправляйте лучик внимание вверх из сердца к вашему телечку. Рассмотрите примерно на 30 сантиметрах от вашей головы. Такой желто-белый шарик энергии, который зависит от вашей головы. Старайтесь почувствовать этот шарик, почувствуйте его вверху. И совершенно спокойно. Помещайте туда свое я. Мы сейчас с вами совершим путешествие. Путешествие в другие миры. Для этого поднимайтесь в этом шарике на свою комнату, на свою тему, на своем городе, на своей земле. Просмотрите планету Земля с высоты птичьего памяти. Проплывайте в нем мимо звезд. Еще выше. И выше. И выше. Находитесь в расселении. На первый уровень бытия. Почувствуйте, как вы проходите этот слой. Какого он света. Почувствуйте второй слой. Проходите третий слой. Четвертый. Пятый. Еще выше. И еще выше. И шестой. Шестой уровень. И уровень закона. Закона. Здесь пишутся законы. И спускаются нам на землю. Закон предназначения тоже написан. Написан для вас. Теперь вы заходите в здание Сыненского суда. Попробуйте держать ответ за то, как вы выполняете свое предназначение. Как вы живете. Что вы достигли в жизни. Почему так или не иначе. Сейчас вас пригласят в зал заседания. Вы будете держать ответ перед судом присяжников. Это необычные судьи. Это святые. Ангелы. Архангелы. Суд божий. Вы ходите в комнату. Вас вызывают. Теперь вам придется держать ответ. Встречайте судом. А прожили ли вы эту жизнь для сегодняшнего дня по своему предназначению. А если нет, то почему? Учтите, что брать ответственность нужно на себя. Никто не виноват. Выбор всегда ваш. А теперь послушайте решение суда. Вам дают возможность изменить все, что вы не сделали до сегодняшнего дня. Найти свое предназначение. Выполнить свою задачу на земле. Это приговор суда. Он обжалований не подлежит. Вам будет даден срок на исполнение. Если вы не исполните в указанный срок, вам придется предстать более высшие инстанции и понести уже более жесткий ответ на наказание. Если вы расстроились с чем-то, ничего страшного, вам пришлось, может быть, признаться в том, в чем мы не могли признаться себе никогда и никому. Может быть, мы никому не признавались. Даже себе не говорили правду. Теперь отправляйтесь в этом шарике обратно. Подойдите к Вселенной. Опускайтесь дальше. Посмотрите на звезды и земли. Посмотрите на свой город. На свой дом. Обращайтесь на свое место, с которого вы были. Пусть немножко еще сошарить завистник над вашей головой. А теперь потихонечку, мягко, позвольте не проникнуть через вашу кинечку. Пройти через чистую чакру, через горло, через доме сердца. Возвольте сердце пошлите в каждую клеточку вашего темы новую команду, новую установку, новую энергию, новое желание, новое направление в вашей жизни. И пообещайте себе, что вы найдете свое предназначение, что вы будете жить по вселенским законам и проживете столько, сколько положено, и проживете и так, как положено, положено по вселенскому замосту, по божественному замосту. А раз мы с вами частичка Бога, частичка его души, значит, мы можем сделать все точно так же, как можете вы. наполните себя измеренностью и ширенностью. Теперь я буду считать, как вы видите, до пяти. Вы вернетесь здесь и сейчас, и мы, может, виртуально обсудим то, что вы хотите спросить у меня. Итак, я начинаю. Один, два, почерпите пальцы ног, пальцы рук, три, почерпите ноги, четыре, почерпите свои руки, плывы, и на счет пять, потихонечку, веришь там, открывайте глазки. Можете поделиться своими переживаниями, задать мне какие-то вопросы, если они у вас есть. Спасибо. Просто приходит время, дорогие мои, что когда-то нужно держать ответ за все, что мы делаем, за все, что мы переживаем, за все, что мы не делаем, то есть за все нужно в жизни платить, за все нужно держать ответ. Пишите, пожалуйста, у кого какие есть ко мне вопросы, есть ли они, есть ли они, ответ, то поставьте мне по вестибальной системе оценку, насколько вам была полезна сегодняшняя наша встреча или насколько она вам понравилась. Напишите, пожалуйста, свой оценок. Если есть вопросы, на восемь. Алекса, что недополучили тогда, что не поняли, чего я, может быть, не сказала, не дала вам. Пятьсятка, Валентина. Неэтично используется страх. Страх используют пятично, потому что все мы придем к этому месту, где придется держать ответ. Именно пятерочка. Плохая оценка тоже оценка, половина оценки это тоже. Потому что если вы не задумываетесь об этом сегодня, то про вас кто-то, за вас кто-то сделает. Скажите, запись будет, смотрела не сначала. запись будет, мне сказали организаторы. Напишите, пожалуйста, какие есть еще вопросы. Божественная безусловная любовь. Прекрасно, конечно. Только через любовь. А как вы эту любовь к миру дадите? Только делая что-то самым наилучшим образом, а будете делать наилучшим образом и с любовью, и с удовольствием делиться только тогда, когда вы будете это делать. то, для чего предназначены. Потому что телефон с любовью не постирает нам белье. Вот он нас любит, он заряжен, но он не постирает белье. Так и вы. Нужно делать то, что вы можете делать. Были страхи и любовь. И страхи, и любовь. А что, страх, он не из любви родится. Страхи в итоге за детей, за наших близких. Значит, страх потерять что-то, это не от любви происходит. Поэтому эти понятия душевные, душевные, их не нужно отделять. Их нужно просто отрицательные убрать, а положительными замещать. Понимаете как? Ну не убрать то, что, не то, что забыть. Мы не забудем это. Просто они не будут приносить нам травмы. Нет, конечно, не поняла. Нет, это к чему относится? Так, ну ладно, девочки, я была рада встрече с вами. Если я была полезна, значит, я уже получила оценки, но была оценка и 5, и 8. Это отсутствие любви. Нет, почему? Страх это не отсутствие любви. Это немножко не так. У меня есть книжка, как избавиться от страха за 7 дней. Подпишитесь и почитайте. Но самое главное, сделайте вот то, что там написано. И выявите то, что еще не выявили. Моя душа услышала ответ. А, душа послышала. Вот это самое лучшее, потому что медитация, конечно, в рабочем порядке проходит, то есть быстро. Но ответ душа вам обязательно даст. Идите вслед за направлением своей души. Послушайте ее. Вы будете благодарны. У вас пройдут косточки на ногах, у вас пройдут шпоры на пятках, у вас будут гнуться коленки, если вы услышите душу и пойдете туда, куда она вас посылает, туда, куда она вас зовет. Услышьте свою душу. Но иногда люди знают о своем предназначении и занимаются своим любимым делом, но не знают, как его монетизировать, как извлечь максимальную пользу. Я это тоже дам. Ну, вот на третьей ступени, я вам еще раз говорю, там уже на 200%. Я с вами вместе составлю план ваших действий для того, чтобы вы получили максимальную пользу в минимальные сроки. Максимальное восстаграждение в минимальные сроки. То есть там выгода, выгода, выгода. Ну, все ваши выгоды я вам перечислю, я думаю, если вы меня услышали, я буду рада. Если не услышали, но, увы, так не бывает, что 100% присутствующих себя слышат. К сожалению, так не бывает. Но если для вас это была информация важная, то вы ее услышите. Астропсихолог подскажет, но только через позитив. Астропсихолог подскажет, да, конечно. Ступни точно уже второй год, как они мели. Ну, ступни они имели, тут проблемы у вас еще форида и с почками. Есть проблемы с почками, это обязательно. И нужно обратить на это внимание, хотя может быть и поджелудочное, потому что это может быть начальная форма диабета. Но это опять, это я вам просто, это же не в рамках нашего сегодняшнего выступления. Это потому, что я занимаюсь своим предназначением, более 30 лет занимаюсь естественным оздоровлением людей, и они все точно оздоравливаются. Варианта нет никакого, просто бери и делай. Но при этом не нужно ломать себе кости, значит, делать какие-то невозможные события, там, какие-то манипуляции с собой, совершенно невозможно. Вещи очень обычные, но очень эффективные. Ну, на этом я с вами прощаюсь, девочки. До следующей встречи. Приглашайте, я с удовольствием приду, если я вам полезна. Но если не полезна, ну тогда уже извините. С наступающим вам праздником! Всех с днем 8 марта! Желаю, чтобы вы все получили признание своих близких, подарки от своих любимых мужчин, поздравления от своих любимых деток, потому что наша семья, наши дети – это наше все. Я вас люблю и прощаю. До свидания! Как раз кто не успел. Полезная, ценная информация. Да, вот действительно, многие духовные учения, многие практики говорят о том, что предназначение просто необходимо. Но как его найти? Здесь требуется помощь специалиста. Мне повезло. Около трех месяцев назад я нашла. Жизнь просто перевернулась. Сразу, моментально. Но сколько времени потратила на поиски? Татьяна так понятно все объясняет. Не знаю, у вас есть возможность просто больше не терять время. Время – очень драгоценный ресурс. И рекомендую всем, кто еще не нашел себя, продолжить работать со специалистом. Татьяна. Тем более, она сегодня сделала вам уникальное предложение. Сразу несколько форм работы в этом направлении. Сможете выбрать подходящие под свои запросы финансовые возможности. Давайте сейчас время есть. Давайте внимательно посмотрим эти предложения. Переходите по ссылочке. Вот Татьяна Маликова сбросила в чат ссылочку. Я смотрю. Да, вот смотрите, какая хорошая фраза страницу открывать. Мир открывает двери перед тем, кто знает, куда идет. Предназначение ведь – это ключ к счастью, успеху. Когда человек идет по собственному пути, перед ним открываются все двери. Да, и если вам ничего не хочется, настроение плохое, скука, тоска, интерес к жизни отсутствует, усталость, тревога, болезни, какой-то негатив постоянный. Вот если это про вас необходимо, как можно быстрее вот этот вот день сурка прекратить. Позвольте специалисту вам помочь. Приобретая тренинги Татьяны, вы поймете, для чего пришли в этот мир и начнете реализовывать свою миссию. Соедините душу-разум, а потом поможете найти предназначение родным, близким. То есть это будет ценно не только для вас. Знаете, я когда еще не нашла свое предназначение, почему-то думала, что это какая-то, не знаю, обязанность. Но это абсолютно не так. Это путь к счастью, в жизни легко, с удовольствием. Найдите предназначение. Жизнь преобразится до неузнаваемости. Наладится не только в той сфере, которая связана с предназначением, но и во всех остальных. Изменится к лучшему. Все остальное приложится к закону Вселенной такой, в том числе здоровье и деньги. И надеюсь, все уже открыли страничку, посмотрели. Прокрутите вниз до большой синей кнопки и найди свое предназначение. Есть там такая кнопочка. А под ней несколько предложений. Вот за кнопкой «Найти свое предназначение» прячется онлайн-групповое занятие, которое пройдет 11 марта. Всего 11 рублей. Эта цена даже не написана в открытую, потому что такая цена, ну это просто демпинг откровенный. А если вы хотите большего, индивидуальной помощи и поддержки, то посмотрите другие пакеты. А если кто-то перешел по кнопочке, пока вернитесь на страничку, ну или меня послушайте, я расскажу, можете заполнять пока форму. Вот, пакет «Стандарт». Три занятия лично с Татьяной по скайпу. Это вот глаза в глаза действительно она будет работать под вас, под вашу индивидуальность. Будет дано три техники по осознанию предназначения. 100% понимание о своем предназначении вы в результате получите. Вот обычная цена 11 тысяч рублей. Сейчас всего 3 700. Дальше есть премиум пакет «8 занятий». Это тренинг, личное консультирование и поддержка. То есть практическая работа во время занятий, 8 техник, методики по поиску осуществления предназначения. Вы получите 100% понимание предназначения и понимание, с чего начать его осуществлять, то есть как к нему двигаться. Обычная цена 23 тысячи, сейчас 16 800. И есть еще пакет «ВИД». Тренинг и вместе с Татьяной будете искать нахождение предназначения. 8 занятий, участие в ВИД-блоке тренинга стоимостью 15 тысяч. Он отдельно стоит. Практическая работа, ищем применение вашим талантам. Окончательно определяемся с любимым делом жизни. Вот как Татьяна пишет. 17 техник по осознанию предназначения. Ну тут уже просто невозможно не найти. 200% понимание своего предназначения, готовый план действий. Скидка 10 тысяч рублей. Вот это вот все, что я перечислила, и я даже не все перечислила, потому что много очень написано. Всего 39 тысяч вместо 49. Скидка 10. Ну стоит обратить внимание. Я вот сайт Татьяны внимательно смотрела. Там такие замечательные отзывы. Смотрите, вот ее ученики пишут. Например, Юлия. «Татьяна, благодарю вас за то, что вы мой учитель-наставник. Стало более гармоничное. Что-то внутри меня стало меняться. Стало лучше себя чувствовать, меньше уставать. Даже отражение в зеркале изменилось. И мир вокруг стал дружелюбным. Люди приветливые. Атмосфера, муж, все. Очень много отзывов. Она пишет, хочу добавить, что до тренинга прочитала много умных книг и пыталась по ним заниматься, но не получала нужных результатов. Либо результат был слабым и продолжительным. И вот с Татьяны быстро и легко обучаться. Только действенные практики занятия. Вот, думаю, уже все ознакомились, подумали, переходите по кнопочке, которая соответствует выбранному пакету услуг. Там нужно внести данные, все просто, имя, электронный адрес, телефон. И вот Татьяна попросила указать страну. Вот. Если вы еще не приняли решение, задумайтесь. Став учеником Татьяны, вы обретете энтузиазм, вдохновение, постоянное чувство счастья. Будете работать с радостью и интересом. Будет постоянный высокий уровень энергетики, море позитива. Значительно возрастет уверенность в себе, в своих возможностях. К этому неизбежно, просто неизбежно приложится хорошее здоровье, большие деньги, потому что они неизменные спутники человека, который идет по пути своего предназначения. И больше не придется бороться с обстоятельствами. Они будут складываться в вашу пользу. Так вот, кто у нас уже заполнил форму, надеюсь, никаких сложностей не возникло, там все просто. Да. Я попал на страничку оплаты. Предложено три варианта. Вебмани, Яндекс.Деньги и PayPal. Если вдруг кого эти формы оплаты не устраивают, у нас есть другие, и у Татьяны есть другие, и, главное, заполните форму. Дальше мы с вами свяжемся, или как-то Татьяна и ее специалисты с вами свяжутся обязательно, подберем все, что нужно. Можете даже сейчас уже вот в чат писать, если, может, какая-то форма оплаты, все дадим, и можно, пожалуйста, наши скайпы. Татьяна, дайте, пожалуйста, наши координаты. Можно нам писать, обязательно подберем, всем ответим, никого не оставим. Вот, например, еще он, Галина о Татьяне пишет. Чутко, внимательно, терпеливо и даже требовательно, а главное, с любовью к людям проводит тренинг Татьяна Рощевская. Не упускайте шанс, другого такого может не представиться. Особенно групповая консультация, насколько знаю, это не стандартная форма для работы Татьяны. Вот, и, да, может быть, так еще. Отзывом вернемся. Смотрите, еще одна ученица пишет. Лисан, сейчас с тренером я создаю свою новую реальность, где я успешно, счастливо живу по своим правилам. Можно потратить много времени и сил на поиски путей для достижения целей, а лучше воспользоваться готовыми техниками, которые сберегут и время, и силы. Попробуйте, советую. Вот что пишет Лисан. Если какие-то вопросы к нам есть, пишите обязательно в чат. Будем отвечать, разбираться. Да, и оставайтесь с нами уже. Скоро у нас выступит Виолетта Копченкова. Она расскажет про волшебный фэн-шуй-калаш. Буквально минуту через двадцать она начнет свое выступление. Кто уже заполнил форму, у кого больше нет вопросов, можете пока немножко передохнуть, но обязательно, обязательно к нам возвращайтесь. Еще раз говорю, если вам ничего не хочется, плохое настроение, скука, тоска, отсутствие интереса к жизни, усталость от жизни, частые депрессии и стрессы, чувство безысходности, отсутствие мотивации, вдохновения, тревога, чувство, что вы растрачиваете жизнь зря, вас преследуют постоянные негативы, болезни. Это все показывает на то, что вы идете не по тому пути, который для вас предназначен, который действительно является вашим. Приобретайте тренинги. Действительно, самому сложно этого всего добиться, самому сложно найти. Я на себе проверяла, я, наверное, года два искала, что только не делала. Действительно, тоже кучу книжек перечитал. Вы поймете, для чего пришли в этот мир. Начнете реализовывать свою миссию. И другим потом помочь сможете, родным, близким. Ведь все вокруг вас будет меняться. Если вы предназначение сможете найти, все будет меняться. Вся жизнь. Дети ваши, близкие будут смотреть на вас, видеть этот пример и тоже двигаться. Вы поможете даже своему окружению. Они потянутся за вами. Еще раз повторяю, всего есть одно предложение, предложение есть всего за 1500 рублей. Это демпинг. А если вы хотите большего, хотите личную консультацию, ну, это очень ценно. Это будет действительно. Вы себе такой подарок сделаете. Кстати, скоро 8 марта, пора себе делать подарки. Про себя забывать нельзя. Другие, конечно, тоже будут поздравлять. Да, у нас тут женщин же много. Но этот подарок будет действительно ценно. Можно поменять свою жизнь. Очень быстро и круто. Еще раз повторю. Значит, есть групповое занятие за 1500 рублей. Оно состоится 11 числа, 11 марта. Очень скоро. Дальше предлагается пакет стандарт. Три занятия личной статьяной по скайпу. Будете проходить три техники по осознанию предназначения. Найдете стопроцентное понимание своего предназначения. Обычная цена 11 тысяч рублей. А сейчас всего 3700. Ну, вы же хорошо знаете, сколько стоит время специалистам. 3700 за три занятия. Ну, это очень-очень скромная цена. Особенно за занятия по предназначению, когда вам в индивидуальном порядке помогут найти, помогут добиться, достичь. Не знаю, действительно, предложения очень ценные. Если бы я еще не видела свой, действительно, вот этот вот путь, то, ну, не знаю. Я бы, наверное, не удержалась. Ну, и хотя бы на какое-то занятие бы пошла взять. И еще вот таким моментом поделюсь. Я думаю, те, кто пришел все-таки на тренинг с темой предназначения, они, наверное, все-таки еще находятся в поиске. Я вот здесь, как ведущая, присутствую. А думаю, те, кто слушают, они еще ищут. Вот, когда я поняла, что мне на самом деле нужно, куда мне идти, если раньше я думала, что это будет, ну, не знаю, это надо будет что-то кардинально менять. Не то, что менять, в общем, что это будет сложно, и надо будет искать дорогу. Нет, когда я поняла, чего я хочу, то все, просто даже дорога, она прорисовалась, все впереди. Я четко поняла, что мне нужно делать для того, чтобы туда прийти. Ну, смотрите, есть, да, премиум пакет, 8 занятий. Это тренинг, личное консультирование, поддержка. Это практическая работа во время занятий. 8 техник и методики по поиску и осуществлению предназначения. 100% понимание предназначения. И понимание, с чего начать его осуществлять. 16800 вместо 23. Еще есть пакет ВИП. Это тренинг и нахождение предназначения статьями. Тут уже шансов на неуспех, даже, я не знаю, самых закостемилок людей, но нету. 8 занятий статьями, участие в ВИП-блоке тренинга. Только вот этот ВИП-блок, если своего обратного, отдельно брали, он бы стоил 15 тысяч. Практическая работа, где будете искать применение вашим талантам и определяться с любимым делом жизни. 17 техник по осознанию предназначения и реализации предназначения. Доступ к расширенной информации, определение своей миссии, даже на 200% понимание своего предназначения, готовый план действий. Ну, просто не упускайте шанс. Смотрите, оплатить просто. С платежами мы вас не оставим на любые вопросы ответим. Платить просто три системы предложено. Веб-мани, Яндекс.Деньги, Пейпэл. Если эти способы не устраивают, не переживайте. Главное вам заполнить форму. Не забудьте указать свою страну. Главное заполните форму. Дальше с вами свяжутся специалисты, все подскажут, все проконсультируют, подберут тот способ, который вам подойдет. Оставайтесь с нами. Скоро у нас еще будет Виолетта Ковченкова с волшебным коллажем.